Сергей, возможно, вы видели, как пропагандистка Симоньяна в эфире у Соловьева говорит, что она предлагает купить украинцев земли, те, которые они не могут захопить. Как вы считаете, с такими заявками они готовятся к выплате уже репараций? Или прощупают почву? Как это можно расценивать? Да никак. Не надо это расценивать. Пусть это потом ГАГСКИЙ суд оценивает или какой-то другой. Не надо это вообще никак оценивать. Вообще поменьше, смотрите, эту гадость. Лучше будет пищеварение. Серьезно. Я тоже по работе смотрю, все омерзительно совершенно. Можно себе тахикардию заработать или проблемы сердца. Что они там говорят, не имеет никакого вообще значения. Симоньян там говорит, Соловьев, который предлагает сейчас Польшу ракетами бомбить и все такое. Не надо на это все внимание обращать. Вообще. Вот. В принципе, не надо. Потому что они все за свои слова не отвечают. Они все безумны абсолютно. Вот. Ну, в каком-то смысле, да. При этом они, конечно, где-то понимают, во что они вляпались и что у них уже обратной дороги нет. А раз обратной дороги нет, так уже что, собственно, стесняться? Говори все, что хочешь. Вот они и говорят. Вот и все. К этому надо относиться вот как к бреду сумасшедшего буквально. Серьезно, вы задали про ГААГу. Вот. Мені ваша цікава також думка. Скажите, будь ласка, как вы вважаете, чи опиниться Путін на лаве-підсудник? В принципе, який буде розвиток цієї історії? Потому что мы бачим, так все больше країн заявляют про готовность арештувати Путіна. Вот Австрія заявила. Потім мы знаем, что в Верменії. Ну, в Верменії також говорили про то, что они готовы ратифікувать этот римский статус. Скажите, будь ласка, вот якое продолжение этой истории вы бачите? Ну, это сложный вопрос, потому что были диктаторы, которые под этим ордером жили там по четверть века, и ничего с ними не делалось, и он просто не будет покидать территорию своей страны. И будет сидеть там у себя в бункере. Ну, сейчас он в Турцию там собирается, ну, в Иран будет летать, вот Лукашенко в Минск ездить там, куда еще он там может быть, в Китай может быть поедет, а может и нет. Кстати, это большой вопрос. Вот. Так что он просто ограничит свои передвижения. К тому же он там какой-то весь уже старый, больной. Он там и выглядит, надо сказать, довольно скверно на всех этих видео. Так что вот вероятность, что его прямо арестуют, я ее оценивал бы как чрезвычайно низкую. Но он же не больной, это в смысле на голову ездить в этот, как его, в Австрию, да, где там уже его ждут с ордером. Нет, конечно. Вот. Он просто не будет ездить в эти страны, ратифицировавшие этот статут, и все. Ну, и на этом будет сидеть у себя в бункере, максимум двойника пошлет какой-нибудь куда-нибудь, что-нибудь в этом роде. Вот. Этот же ордер, он же не про арест Путина. Это про то, что с ним не будут договариваться. Все. Разговоры окончились, закончились. Это черная метка. Вот. Это такое клеймо прокаженного. И Запад вот выстраивает между собой и Путина такую стену. Все. Ты к нам больше вот вообще никак. Вот не приближайся даже, потому что ты заразный. Ты токсичный. Вот. Сиди там. Вот. А мы сейчас вот с Украиной будем ей помогать. Вот о чем эта история. А не про то, что его там прямо арестуют и в Гагу посадят, и все уже там мемасики рисуют, как он там за решеточкой сидит. Нет. Это маловероятно. Я думаю, что все-таки он имеет хорошие шансы помирить в своей постели у себя в буфере. В окружении своих условно близких, если только в России там не начнется какой-нибудь жуткий распад. Что тоже не исключено. Сергей, если дозволите, еще одно вопрос на завершение. Я не могу не запитать вас, что происходит в вашей стране. Так, мы знаем, что там масштабные протести происходили. Премьер уже заявил, что судовую реформу, так и за которой начались эти протести, призупиняю. А как вы видите эту ситуацию дальше? Ну, кризис не завершен и не преодолен. Это пауза. Вот сейчас это все отложили до июля. И если до июля это как-то не разрешится, так, чтобы это устроило обе стороны, то это все возобновится. Вполне возможно, что возобновится и раньше. Тут можно, конечно, часами про это рассказывать, но если очень вкратце, то вкратце это выглядит следующим образом. Израильское общество раскололось ровно пополам. Все эти разговоры про абсолютное большинство. Вот у нас тут большинство. Мы победили на выборах. Да, они победили на выборах, но это коалиция, это сложные коалиционные механизмы. Это не так, как было у Зеленского, который пришел на выборы и взял, сколько он там, 75%, что-то в этом роде. Вот все, абсолютная чистая победа, вопросов нет. Тут это все немножко по-другому выглядит. Вот общество расколото ровно пополам, правила игры устарели, нужна конституция, нужны четкие и внятные правила игры. Все, что было до этого, уже не годится. И нужно как-то вот искать какой-то общественный консенсус. Никто консенсусом, к консенсусу никто не приближается. Оппозиция против реформы. Отмените реформу, тогда будем разговаривать. Коалиция, мы сначала реформу, а потом будем разговаривать. Ну, я извиняюсь, конечно, это тоже так не работает. Короче говоря, в общем, Израиль находится в таком очень затяжном, хроническом, тяжелом политическом кризисе, из которого нужно искать выход, но этот выход должен быть тоже таким вот прям глобальным. А к этому глобальным таким изменениям никто не готов. Потому что одних эти правила игры устраивают, других нет. И вот это вот туда-сюда, между правой и левой у нас этот маятник и скачается. Поэтому я скажу так, что история не окончена. И большая вероятность того, что протесты возобновятся. Собственно, мы это вот увидим в наступающую субботу. Потому что у нас на исходе субботы обычно, вечером субботы, после окончания шабата, начинаются там эти все протесты, митинги. Вот заодно и посмотрим. Потому что там уже постепенно все перерастает из-за отменения реформы в правительство в отстав. Тут таковы законы социальной механики. То есть людей не слышат, люди идут на улицу, начинаются протесты. Если протест добивается какого-то успеха, он хочет большего и так далее. На самом деле мы в такой довольно опасной ситуации находимся сейчас, учитывая наше положение. Это не протесты во Франции из-за пенсионной реформы. Там они побузят, что-то придумают, понизят, повысят возраст и все успокоят. А мы тут в кольце врагов и противоречия слишком глубинные сейчас в израильском обществе, чтобы их можно было вот так вот скотчем залатать, залепить этот разлом и оставить еще на несколько лет, а там, глядишь, и разберемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok